Мы все прекрасно знаем такое упражнение как бег. Это одно из самых простых и в то же время эффективных упражнений. Бег помогает сбросить вес, держит нас в тонусе и вообще продлевает жизнь. И конечно это не все преимущества бега. Он укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а это профилактика заболеваний сердца и легких. Бег конечно очень популярен. Он влияет на нас как в физическом плане, так и в психологическом. Но друзья, а вы когда-нибудь задавались вопросом, что людям дает регулярный бег? Чем отличается человек, который всю жизнь бегает от человека, который не бегает постоянно? А что если начать бегать каждый день? Что бег нам даст в будущем? Что будет или чего не будет, если бегать каждый день? Что вообще произойдет с нашим телом, если бегать каждый день? Как бег сейчас может помочь нам в будущем? А давайте разберемся, какие преимущества дает человеку бег? Что будет, если бегать каждый день? Друзья, посмотрев это видео, вы будете знать не только про преимущества бега, но и про то, что произойдет с вашим телом, если бегать каждый день, вы тоже узнаете. Ну а если вы досмотрите ролик до конца, вы узнаете о том, как бег каждый день поможет вам в будущем, как он поможет нам с возрастом. Так что присаживайтесь поудобнее, я вам сейчас все расскажу. И я надеюсь, что вам будет очень интересно и полезно. Ну что, поехали! Кстати, друзья, ставьте лайк и делитесь этим видео с близкими. Им наверняка будет полезно знать эту информацию. Ну а если вы еще не подписаны на мой канал, жмите кнопку подписаться, так вы сможете получать еще больше полезной информации. На колокольчик тоже нажмите, чтобы не пропускать мои новые видео. Сразу хочу ответить на пару популярных вопросов. Первый. Можно ли бегать каждый день? Да, бегать каждый день, безусловно, можно. Но не стоит новичкам сразу бегать по часу. Начните с малого. Чередуйте бег с ходьбой. День бега, день ходьбы. Этого будет достаточно для начала. Второй вопрос. Это травмы. Это, конечно, тема для отдельного видео. Но я хочу сказать, что таких травм можно избежать, если соблюдать правильную технику бега. И в интернете есть много видео на эту тему. Также хочу отметить, что людям с сильным лишним весом бег противопоказан. Начните с ходьбы. Сейчас ни для кого уже не секрет, что бег продлевает жизнь. Он, конечно, не сделает вас бессмертным. Но если бегать хотя бы 10 минут каждый день, это может добавить 3 года к вашей жизни. Так говорят исследования, проведенные в 2014 году. Если человек будет бегать постоянно, бегать каждый день, то у него будет более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний. А также снизится риск преждевременной смерти по сравнению с людьми, которые никогда не бегали. Да, бег приносит огромную пользу. Но если вы прекратите бегать, то со временем от этой пользы особо ничего не останется. И тогда в старости бег даже сможет улучшить ваше равновесие и сохранить остроту ума. Бег каждый день делает кости крепкими, а это меньше риск травм. Люди уже с 30-летнего возраста начинают терять плотность костей. Именно поэтому так необходимо начинать строить крепкие кости в более раннем возрасте. Ведь более крепкие кости помогут снизить риск перелома бедра. А с этой проблемой часто сталкиваются женщины в возрасте старше 60 лет. Поэтому канал LifeSmart рекомендует людям, которые только начинают заниматься упражнениями на выносливость, новичкам в тренировках, таких как бег, чередовать ходьбу с бегом. Делать это для начала можно даже через день. То есть один день ходьба минут 20, второй день перерыв, третий день бег, тоже не более 20 минут. И это должен быть легкий бег трусцой. Для поддержания здоровья, а не для спортивных результатов. Так как это две разные вещи. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что воздействие бега на колени не слишком сильное. Затем начинающим бегунам можно будет сократить время ходьбы и перейти на бег, когда кости привыкнут к нагрузкам. Если бегать каждый день, то это улучшит ваше равновесие. Конечно, бегая каждый день вы не превратитесь в гуру по йоге, но ваш баланс улучшится. А это снизит вероятность падений. И это очень важно. Так как в современном мире фиксируется очень большое число падений людей в возрасте старше 40 лет. И эти падения главные причины серьезных травм у пожилых людей. По сути, бег каждый день дает людям преимущество в старости. К примеру, постоянные бегуны могут лучше сохранять равновесие. И даже если они упадут, то останутся дома. Так как это будет какой-нибудь небольшой синяк. И не придется сильно страдать. А тем людям, кто не бегает, угрожает больше риск припадения. Например, сломать бедро и попасть в больницу. Серьезная такая мотивация бегать, согласитесь. Если бегать каждый день, то это поддержит в тонусе ваши мышцы и улучшит обмен веществ. К сожалению, люди с возрастом теряют мышечную массу, теряют гибкость, падает уровень метаболизма. И нам всем очень важно их сохранить и наращивать. Хотя и бег каждый день не сможет остановить эти эффекты старения, он хорошо их замедлит. И если бегать каждый день, это поможет вам как можно дольше оставаться самостоятельными и самодостаточными. Ведь поддерживать мышечную массу, это по сути главный фактор, который помогает нам сжигать калории. То есть мы теперь знаем, что когда мы теряем мышечную массу, то и метаболизм снижается. Поэтому так важно бегать каждый день. Поддерживать мышцы в тонусе. Если бегать каждый день в группе, то это еще и общение. Если, например, собраться с друзьями или вместе со своей семьей, чтобы побегать, то можно многое обсудить во время пробежки. И это отличный пример построения социальной жизни и поддержания ваших фитнес-целей одновременно. То есть это такая многозадачность получается. И побегали, и пообщались. И вообще для многих людей это может стать ключевой причиной, по которой они сохраняют свою мотивацию в бегу. Ведь если люди друг другу дороги, то в группе, с которой вы бегаете каждый день, есть чувство единства. Если бегать каждый день, то это поможет сохранить остроту ума в будущем. По оценкам экспертов РАН, 1 миллион 800 тысяч пожилых россиян имеют болезнь Альцгеймера. Это наиболее распространенная форма деменции. А представьте, сколько таких людей на постсоветском пространстве. Немало. По оценкам, к 2050 году это число уже может достигать более 5 миллионов. И мы уже сейчас все должны принять профилактические меры. Бег каждый день – отличный способ профилактики. Так исследователи из Университета Британской Колумбии обнаружили, что регулярные аэробные упражнения, такие как бег, улучшают вашу память. В этом исследовании 2014 года отмечается, что у бегунов в возрасте от 50 до 80 лет с легкими когнитивными нарушениями был увеличен гиппокамп. Гиппокамп – это такая область мозга, которая контролирует память. И это одна из первых областей, которую поражает болезнь Альцгеймера. Если бегать каждый день, это помогает лучше спать. Да, друзья, чем старше мы становимся, тем наш сон становится более фрагментирован. Мы начинаем получать меньше глубокого сна. Это прежде всего связано с физическим и психологическим здоровьем человека. Так, в 2013 году одно исследование, опубликованное в журнале «Научные отчеты», показало, что неинтенсивная ходьба или легкий бег трубцой улучшает качество сна у людей старше 50 лет с бессонницей. Что еще будет, если бегать каждый день? Если бегать каждый день, то это будет держать вас в тонусе. Предлагаю эксперимент. Назовем его «Заменитель кофе». Потом отпишитесь в комментариях, друзья, кто попробовал. Нужно заменить чашку кофе на легкую полуденную пробежку на свежем воздухе. И я вас уверяю, бег легко справится с обычной ленью и сонливостью. Придаст вам бодрость. А еще тонус и бодрость вам придаст не только сам бег, но и дневной свет вам поможет. Вы ведь находитесь на улице. Он тоже поможет взбодрить и держать ваше тело в тонусе. Ученые ведь давно обнаружили, что занятия спортом улучшают настроение на остаток дня и добавляют общее чувство жизненной силы. Я хочу задать вам вопрос, друзья. А напишите в комментариях, как у вас обстоят дела с пробежками. А вы бегаете? Напишите, поделитесь, будет интересно почитать. А сейчас я вам рекомендую посмотреть еще одно мое видео, посмотрев которое вы узнаете, что произойдет с вашим телом, если ходить 20 тысяч шагов каждый день. И как современному человеку успевать ходить каждый день. Думаю, этот ролик отлично дополнит то, о чем мы говорили в этом видео. Это очень любопытно, так что обязательно его посмотрите. Ссылочку я оставил в описании. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями в социальных сетях и подписывайтесь на канал LifeSmart. Так вы будете получать еще больше полезной информации. До встречи, друзья, на том ролике про ходьбу.